Сегодня у нас именно, скажем, по академии, сессия именно мягкая и жесткая. Вот от того, что я всю свою жизнь занимался кирпушином, именно от этого и отапливаться, как кирпушин, способ по лудо. Мягкость и жесткость. Вот, скажем, даже само хейсоку гедан маваши, это когда можно видеть с дистанцией, скажем, не главное, чтобы удар был мощным, а именно мощь в том, чтобы удар сложил тебе удар. А самое главное, где должно столкнуться твое мягкое дыхание, это как дзен, дыхание с твоим ударом, как учили мне мастера. Оно должно в твоем голове и с твоим дыханием ки через пупок связаться с твоими мышцами. Вот это, чтобы понять, через это надо пройти. Вы должны так сделать, чтобы оно прошло, вы это почувствуете через себя, как кундалаки. Вот не просто создатель кирпушин, Соса Масаяма, говорил, что карате это дзен, дзен это карате. Карате без духовного мира это не карате, чтобы понимать, это аэробика. Поэтому должно все связываться, карате с духовным миром. А именно вот где и есть мягкость удара, скажем, а там можно и человек просто посадить, не ударяясь сильно. Это что? Это именно попасть, так скажем, что именно в точку удара, пронести свое духание через свои мышцы удара. И вот объясняю, потому что в многих школах этого нет. Почему? Потому что чисто шаблонные тренировки, чисто шаблонные. А вот почему и многие японцы этого не учат европейцам или, знаете, нашим школам. Они именно те люди, которые живут там, в хомби, скажем, кто проводит дорогу. Но это было давно, сейчас все стало очень много шаблонов, да. Где именно удары должны быть духовными? Это, скажем, карате. Последние, когда я ломал 10 бейсбольных бит, это есть на видео на чемпионате Европе. Сделал рекорд, я опять-таки завязанный. Там своей физической силой сломать невозможно. Потому что физическая сила, если подумать умственно, нога сломается, кости. Потому что 10 бейсбольных бит, понимаете, она держит 1 тонн веса. А если 10, то какая должна быть мощь удара? Вот именно эта резкость, именно вот где тонкость удара, где должно быть, что, как вы видели, да, думаю, просто купюра может резать. А это вот именно та скорость именно удара. Сила удара, мягкость и жесткость именно в этом моменте. И в самом гедалма вашей, скажем, вот когда бьете, здесь мы сейчас будем отрабатывать, вот не просто, чтобы ты сбил, а именно четкость удара. Это скорость. Нормальный? Нормальный? Четкость удара, вот куда заходят удара. Вот не просто так-то его, многие, как говорят, там, бьют к галине. И я дам вашей, ос. Так, и я бери, ос. О, вот гедалма вашей, видите, как? Вот с таким весом, с таким ростом он должен меня посадить. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Вот, почему? Это от того, что, еще раз говорю, баланс духовности и именно физики, она балансируется в моих мышцах, чтобы он меня не посадил. И я атакую его. Это самое, что мысленно. И в этот момент ты выдерживаешь. И включая туда, конечно же, твои мобивки, твои именно практика ударов. Поэтому сегодня сейчас будем работать именно четкость удара. И резкость, и мягкость. Удар именно пронзает. Вы должны пронзить. Когда бьете, думайте об этом, чтобы его посадили. Потому что все мысли, они материальные. Вы должны через это упражнение дать вот всю свою энергию, дать туда, куда бьете, свою ногу, и направить человека, пробить его, бить его. Не в том, чтобы, чтобы понимали, забили свое подсознание. Это разные вещи. Я тогда говорил, человек состоит от четырех частей. Это ум, это разум, это сознание, это подсознание. Вот если мы все эти не будем правильно тренировать и правильно подходить, мы когда будем ходить на бой, от спортивного мандража мы заберемся. Это очень многих бывало, когда начинали. Это все многие проходили. Это почему? Потому что мы думаем. Отсознание нас блокирует. Ум нам не дает, что мы можем проверить. Он ударит. Или он сильный. Вот в чем момент. Я не боюсь того мастера, который знает 10 тысяч про приемов. Я боюсь того мастера, который один удар отрабатывает 10 тысяч раз. Ребята, секрет только в этом. Поверьте мне, не надо знать все. Правильно, если вы знаете, занимаетесь спортивным мигом, вы занимаетесь, чтобы знать все и сдавать. Кота, техника, правильно, для себя. Чтобы себя не было скучно, не до интересного момента, бумкайка, правильно? Но чтобы вы понимали, что если вы хотите быть мастером, именно в УЗО вы должны с одного удара человека вырубать. Если вы занимаетесь боевым 40 лет, вы не можете вырубать человека с одного удара, но любую просто вы потеряли. Это реальность, не отмалывайте себя. Поэтому вот правильное направление. Правильное направление что? Возьмите то, что любите, не имей. Или Цуки, это Щита, это даже Блок, Цэкэн Джо Дануки, или Гетан, или Майя, или Хиза. Не имеет значения. Какой удар вам нравится по душе? Потому что у каждого человека удар по характеру, чтобы вы это понимали. Как кота. Вот поэтому вы больше тренируете. Спасибо. Спасибо.